Белый парус, как символ мятежного духа, поэта, актера, автора, исполнителя песен, которые и спустя десятилетия не теряют своей актуальности. И как ветер волнует водную гладь, бередят души поклонников. Владимир Высоцкого в Самаре помнят и любят. Он был нерв эпохи нашей, потому что он душу свою сжигал. Вот так вот. Для нас. Это человек, который покорил мир своим талантом, своей какой-то душой. Каждому событию, происходящему в нашей жизни, лучше, чем Высоцкий. Обо всем, что нас волнует, вообще никто не сказал. Вот уже 15 лет в памяти кумире миллионов. В путь пускаются яхты. Но сперва поклонники Высоцкого и участники регаты собираются с цветами у памятника, рядом с дворцем спорта. Впервые регата памяти Высоцкого прошла в Самаре в 2001 году. Через два года она стала всероссийской. Фестиваль парусного спорта под песней Высоцкого охватывает пять городов. Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Самару, Тольятти. Участниками становится более двух тысяч человек. Была идея такая творческая. И, в общем-то, она является беспрецедентной, потому что это живой памятник актеру. То есть вот парус и песня Высоцкого, которые трепещут в ветре, в волнах, учитывая его такую морскую душу, белые паруса, как чайки, поднимутся над Волгой и будет дан старт. Старт регаты в Самаре, как правило, дают на острове Голодный. Маршрут меняется год от года в зависимости от направления ветра. В этом году ветер дул с северо-запада со скоростью 5-8 метров в секунду. А значит, скорость движения парусных судов около 15-20 километров в час. Опытным спортсменам и любителям предстояло пройти две морские мили. В Тольятти дистанция 20 миль. На эту регату всегда приезжало очень много спортсменов. Вчера у нас проводились соревнования среди детей. Сегодня будет проводиться регата среди крейсерских яхт. Ночью сегодня прошлюзовались и пришли около пяти экипажей из города Тольятти. Участие может принять кто угодно. Главное, чтобы принял человек, участие влюбленный в парусный спорт и в Высоцкого. Стартуют яхты одновременно. Затем их делят на классы, чтобы судейство было объективным. В регате, конечно, есть победители, которым достаются и кубки, и призы. Но цель участников все же не победа. Фестиваль их ведут стихи и песни Владимира Высоцкого, которым подпевает даже ветер. Марина Кравцова, Константин Головин. События.